В особом порядке решили навести порядок. В особом порядке решили навести порядок. ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство. 1. Коммерсант от 11 апреля 2019 года. 12.41. Пленум Верховного суда. ВС выступил с законодательной инициативой рассматривать в особом порядке судопроизводство только уголовные дела небольшой и средней тяжести. По мнению ВС, сейчас этой формой судопроизводство злоупотребляют, под нее подпадают даже дела в отношении преступников, совершающих многочисленные убийства. О необходимости наведения порядка при данном судопроизводстве недавно на коллегии и генпрокуратуре говорили президент Владимир Путин и генпрокурор Юрий Чайко. ВС предлагает ограничить применение особого порядка судопроизводства, внеся соответствующие изменения в определяющую его ч. 1 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса. Как считают ВС, если фигурант признал вину, то без изучения доказательств суды должны рассматривать только те уголовные дела, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все преступления, совершенные по неосторожности. ВС отмечают, что сейчас судьи могут рассматривать в этом порядке и дело о тяжких преступлениях, если наказание за них не превышает 10 лет. Впрочем, на практике в особом порядке выносятся и более строгие приговоры. Так, в январе советским райсудом Владикавказа к 17-му годам заключения был приговорен Артур Джоев, сынок, бывший правой рукой криминального авторитета Аслана Гагиева. Артура Джоева признали виновным в участии в организованном преступном сообществе и убийствах, статья 210 и статье 105 УК РФ. По данным ВС, сейчас в особом порядке рассматривается до 70% всех уголовных дел, поступающих в суды, в том числе и 17% тяжких преступлений. Ограничение применения особого порядка может поддержать Генпрокуратура. На коллегии надзорного ведомства, состоявшейся в марте, Юрий Чайко сообщил, что чрезмерное использование особого порядка является одной из причин ухудшения качества расследования уголовных дел. Руководитель надзорного ведомства отметил, что с ВС уже и обсуждалась эта проблема и стороны пришли к мнению о необходимости ограничения данной законодательной нормы, о чем Владимир Путин говорил на коллегии Генпрокуратуры в марте. На эту проблему обращал внимание президент России Владимир Путин. На той же коллегии он попросил прокуроров крайне ответственно относиться и к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке. Если есть сомнения в доказанности обвинения, добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке, подчеркнул Владимир Путин. Президент отметил, что особый порядок – важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия. ВС также предлагает дополнить статья 316 правом судей выносить постановление о прекращении уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке. Сейчас, например, если судьи выяснили, что подсудимый признал вину под давлением или, наоборот, не выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, они вынуждены возвращать такие дела прокурору, чтобы тот направлял их в следственные органы на новые расследования или прекращения. Из-за этого существенно затягиваются сроки рассмотрения уголовных дел и нарушаются права их фигурантов. Николай Сергеев Продолжение следует...